В связи с пандемией коронавируса ряд музеев перешел в режим работы онлайн, в их числе и Азербайджанский национальный музей ковра. Между тем музей также инициировал новый проект под названием «Ковровые истории». Сейчас как раз хороший момент, потому что все сидят дома и могут наконец заняться тем, что они хранят у себя дома, на что может быть раньше не было времени. Ведь у многих из нас есть ковры, которые нам достались от наших бабушек, дедушек, от родителей. И эти ковры мы чтим, мы любим, мы их бережно храним. «Ковровые истории» – международный проект, в котором может принять участие каждый желающий. Достаточно рассказать о ценных коврах, которые хранятся дома, поделиться тем, какую память хранят именно ваши ковры и почему они для вас ценны. Нужно приложить к этому фото или видеоматериал и поделиться в Фейсбуке или Инстаграме, а также отправить на электронный адрес музея. Самые интересные из этих историй будут опубликованы на страницах в соцсети музея. В период пандемии коронавируса все театры, концертные залы и музеи привыкают к новому режиму работы. На сайте Азербайджанского национального музея ковра можно совершить онлайн-экскурсию в формате 360 градусов. Азербайджанский национальный музей ковра с 12 марта закрыт для посетителей в связи с опасностью распространения COVID-19. И основная наша работа сейчас происходит в пространстве интернета. Выходим мы сейчас три раза в день, в 9, в 12 и в 4 часа дня. И у нас очень интересные посты по распределению по рубрикам, по дням, неделям. И каждый день это определенная тема. Музей проводят квизы онлайн. Виртуально зрителям представляют публикации музея последних лет. Рассказывают о людях, которые вносят большой вклад в развитие его деятельности. Зрители дистанционно узнают о коллекционерах, различных предметах декоративно-прикладного искусства. А пятница у нас ковровая. Это самые лучшие ковры из нашей коллекции. Мы даем развернутый художественный анализ. Первая, скажем, в Азербайджане тоже практика проведения, открытия выставки в режиме реального времени тоже была в нашем музее. Осенью музей планируют осуществить ряд новых проектов. На осень у нас также расписан весь график. И мы очень надеемся, что мы сможем осуществить все наши проекты, намеченные на осень. Это в том числе и крупные международные проекты. Мы должны принимать участие на 9-м культурном форуме российском, с Эрмитажем и с музеем, российским этнографическим музеем. Это планируется на ноябрь. В новой реальности активно работают и другие музеи страны, предоставляя своим дистанционным посетителям интересный контент.